Приветствую вас. Итак, проблема заключается в том, что вы человек других взглядов, других позиций, других ценностей, нежели чем те, с которыми вы общаетесь. И проблема ваша заключается в том, что у вас не получается найти в себе друзей, таких, которые бы разделяли вашу точку зрения. Значит, что вы спрашиваете, что стоит изменить в себе, чтобы общение с людьми не сводилось на ноль? Ну, вы знаете, такой, получается, немного хитрый вопрос вы задаете, я бы даже сказал, немного провокационный. То есть, что изменить для того, чтобы что? Чтобы употреблять алкоголь, например, с этими людьми. То есть, вы сейчас хотите, чтобы мы вам тут сказали, что вам нужно в себе изменить, чтобы вы стали больше употреблять смертных напитков, да, там, курить, может быть, даже начали и так далее? Нет, я не думаю, что мы здесь специалисты по вредным советам, я, по крайней мере, точно нет. Потому что, ну, все-таки, знаете, если бы вы хотели этого или считали бы для себя подобные вещи приемлемыми, то, я думаю, вы бы уже сами бы давно начали это делать. Раз так, то, значит, вам можно выбрать один из, на мой взгляд, нескольких вариантов для решения вашей проблемы. Значит, вариант первый. Вы не употребляете алкоголь, что является верным. Вы не начинаете курить, что является верным, но вы стараетесь с людьми поддерживать такие отношения, так с ними общаться, если угодно, так себя ставить, чтобы они вас не отталкивали и считали бы вас во всех отношениях веществовой. То есть, понимаете как? Понимаете ли вы в чем дело? Алкоголь и курение – это лишь то, что людей объединяет. То есть, делает их, по сути, частью чего-то целого. Но это ни в коем случае не то, что приносит действительно веселье для людей и алкоголь, и сигареты. Это всего лишь средство идентификации себя в группы. Условно говоря, это средство для чего? Это средство для того, чтобы чувствовать себя, ну, скажем так, частью мощного чего-то, частью целого чего-то. Понимаете? И тогда можно говорить о том, что вам нужно просто-напросто найти для себя другие точки соприкосновения с людьми. Какие это будут точки? Конечно, мы вам не подскажем. Мы не знаем тех людей, с которыми вы общаетесь и знать не можем, да и, наверное, не должны. Но вы сами знаете, какие у этих людей, например, интересы, кроме алкоголя и сигарет, да? А это значит, что вы могли бы стать им интересны хотя бы по этим аспектам. По аспектам, значит, собственно говоря, каких-то других точек соприкосновения. Если у вас это получится, то вы сможете достаточно легко оставаться веселой, интересной и востребованной для этих людей, даже без употребления совместного алкоголя и прочих атрибутов. Вот, в принципе, то, что я хотел бы вам сказать по первому пункту. Теперь второй пункт, значит, который касается расширения ваших интересов. Значит, здесь надо сказать, что ищите вы людей, скорее всего, не там. Ищите вы людей, которые действительно бы разделяли вашу точку зрения, которые были бы с вами, да, которые бы как-то общались с вами, взаимодействовали с вами и так далее. Ну, не там вы ищите людей этих. Вам, скорее всего, нужно расширять свой кругозор. Действительно, как и сказал вам моя коллега, вам нужно расширять свои интересы, сферу ваших интересов и, собственно говоря, двигаться в сторону, как бы это лучше сказать, в сторону повышения своего кругозора. То есть, честь спокойно определить, какие у вас интересы, какие у вас ценности, чем бы вы могли, чем бы вы хотели бы, например, заниматься, и вот это спокойненько бы себе делать. И, как ни странно, деятельность человека, она ведь определяется его характерными сердами. Деятельность человека, она позволяет не только проявить себя, но и показать другим, кто я, ну, я условно имею ввиду, кто я, что я могу, на что я способна и так далее. Так вот, если вы это сделаете, то, простите, ну, у вас будет куда больший выбор в пользу общения с людьми. А пока что, получается так, что вы, ну, вот, имеете определенные требования к людям, да, имеете вы определенные шерты характера. А людей вы ищете тех, уж я не знаю, осознанно или нет, которые вам не подходят. А других людей, почему-то вы в расчет не берете. И вот, как-то, если честно, непонятно, почему вы так поступаете? Почему вы не позволяете одним людям быть собой и себе самой тоже быть собой? Вы говорите, как мне измениться? А, скажите, вот, вы изменитесь, и это вы будете, по вашему мнению, если вы изменитесь, для других людей? Вот я, например, думаю, что если вы изменитесь, то это уже будете не вы, а какой-то другой человек. И возникает вопрос, а тогда зачем вам, зачем вас, людям, тогда, ценить? Если вы будете другим человеком, если вы ради них поменяетесь? Люди-то ведь, они ценят самобытность, люди-то, они ценят целеустремленность, люди-то, они ценят то, что человек может, например, там, я не знаю, свои интересы защитить, допустим. А вы ничего этого делать, получается, не собираетесь? И как тогда, за что, людям вас уважают? Понимаете, вот такая вот, получается, ситуация, не очень хорошая. Поэтому вы постарайтесь лучше выбрать для себя один из вот этих вот двух вариантов, которые я вам предлагаю. И постарайтесь какой-то из этих вариантов себе взять. Для чего? Чтобы использовать его в своих интересах, чтобы строить отношения с людьми на основе все-таки принятия вас, а не смены, измене, точнее, самой себе, что именно, что является неприемлемым. Ну что ж, надеюсь, я смог донести до вас свою мысль. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите я в личку, помогу вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok